Привет, Джон! Спасибо за доброе письмо. Я не думаю, что это больно иногда вспоминать, откуда ты. Ты знаешь места, откуда я. Даже те, кто пытается писать об этом или снимать фильмы, они неправильно понимают. Они называют это с 9 до 5. Никогда не бывает с 9 до 5. В таких местах нет бесплатного перерыва на обед. На самом деле во многих из них, чтобы сохранить работу, ты не обедаешь. Потом еще сверхурочные. А в книгах никогда об этом правильно не пишут. А если жалуешься на это, есть еще один молокосос на твое место. Знаешь мою старую поговорку? Рабство никогда не уничтожалось. Оно только было расширено, чтобы включить в себя все цвета кожи. И больно от неуклонно исчезающей человечности в этих боях за удержание работы, которую они не хотят. Но еще больше боятся альтернативы. Люди просто опустошаются. Они тела с напуганными и послушными умами. Цвет покидает глаза. Голос становится отвратительным. И тело, волосы, ногти на руках, обувь. Все. В молодости я не мог поверить, что люди могут отдавать свои жизни на таких условиях. В старости я все еще не могу в это поверить. Зачем они это делают? Секс, телевидение, автомобиль с помесячной оплатой. Или дети, дети, которые собираются делать то же самое, что и они. Раньше, когда я был моложе и все время переходил с одной работы на другую, я был достаточно глуп, чтобы иногда говорить сослужицам. Эй, босс, может войти в любой момент и всех нас уволить. Вот так просто. Вы что, не понимаете? Они просто смотрели на меня. Я говорил то, что они не хотели пускать в свои головы. Теперь в промышленности идут массовые увольнения. Сталилитейная устарела, технические изменения показателей рабочего места. Их увольняют сотнями тысяч. И их лица ошеломлены. Я вложил 35 лет в бу-бу-бу-бу-бу. Это неправильно, бу-бу-бу. Я не знаю, что делать, бу-бу-бу. Они никогда не платят рабам достаточно для освобождения. Просто достаточно, чтобы они выживали и возвращались работать. Я увидел все это. Почему не видят они? Я понял, что на скамейке в парке так же хорошо и быть пьянчушкой так же хорошо. Почему бы не добраться туда самому раньше, чем они бросят меня туда? Зачем ждать? Я написал просто от отвращения ко всему этому. Было облегчением вывести это дерьмо из собственного организма. И теперь вот он я, так называемый профессиональный писатель, разменявший первые 50 лет. Я обнаружил, что внутри системы скрыты другие мерзости. Помню, однажды я работал упаковщиком в компании, производившей электроприборы. Один из упаковщиков вдруг сказал, я никогда не буду свободным. Один из боссов проходил мимо, его звали Море. Он издал забавный кудахтающий смех, наслаждаясь тем, что этот парень был пойман жизнью в капкан. Так что удача, благодаря которой я смог выбраться из этих мест, сколько бы это не заняло, принесла мне нечто вроде радости. Беззаботной радости чуду. Сейчас то, что я пишу, исходит из старого ума, из старого тела. Это намного позже, чем большинство людей могли бы думать о том, что это продолжать. Но я разначил так поздно, я обязываю себя продолжать. И тогда мои слова начинают запинаться, и мне нужно помочь подняться. Я не могу больше отличить синюю птицу от скрепки для бумаг. Я все еще чувствую, как что-то во мне собирается напомнить. Не важно, как далеко я зашел, как я прошел через тяготы и неразбериху, и мучения хотя бы к благородной смерти. Не растратить полностью собственную жизнь, похоже, подходящее окончание, если только для меня, твой парень Хэнк. Продолжение следует... Продолжение следует...